Восточной тематикой Максим Михалёв увлёкся давно и изучать её решил изнутри, поэтому окончил Пекинский университет национальностей. Примет его исследований – так называемый Евразийский пояс, пролегающий между Россией и Китаем. Поэтому его путешествие не просто велопробег, а настоящая антропологическая экспедиция. Исследователи интересуют судьба коренных народов. Дело в том, что я антрополог, этнограф, и у нас главный научный метод – это так называемый метод включённого наблюдения, когда ты сам принимаешь участие в процессе, наблюдаешь, как это происходит, живёшь и общаешься с простыми людьми, и пытаешься снизу, из глубин, с корней посмотреть на суть и понять суть, смысл того или иного процесса. Изначально путь экспедиции шёл напрямую из России в Китай, но трёхмесячные визы руководство восточной страны для русских граждан внезапно отменило. Поэтому маршрут перестроили. Теперь из Казахстана Максим Михалёв проедет через республику Тыва и Монголию. Потом, наконец, пересечёт границу и по территории Китая отправится в Пекин. Дорогами Мордовии путешественник впечатлён. Как велосипедиста мне очень сильное впечатление оказалось. Как раз в Краснослободске, по-моему, там сделали объездную, новую совершенно, Росавтодор. И это гиперинфраструктура. То есть, когда едешь... Я ехал из Кадома, из Рязанской области, и там действительно плохие дороги. Вот. И мечтаешь об асфальте. Когда попадаешь в Мордовию, там едешь нормальный асфальт. Это классно. Сам велосипед не новый, куплен десяток лет назад в Китае, но служит верой и правдой по сей день. Четырёхмесячную экспедицию, по заверениям Михалёва, выдержит. Чтобы уложиться в обозначенные сроки, исследователь заранее заложил в маршрут 10 резервных дней на случай непогоды или непредвиденных обстоятельств. Обратный путь из Пекина он проделает на самолёте. Какой итог хотите для себя вынести из этой поездки? Ну, во-первых, личный. Лично это, конечно, осознать то, что Евразия единая, и что её можно проехать из одного конца в другой, просто сев на велосипед. А с точки зрения профессиональной, то, безусловно, написать вторую часть книги по Исаи Пути Евразии и посмотреть на геополитические процессы евразийской интеграции с точки зрения простого путешественника, который едет по простым дорогам, общается с простыми людьми. Из Саранска Максим Михалёв при благоприятной погоде в дальнейший путь отправится 1 июня. Если же столицу республики после ясной недели накроют дожди, то исследователь задержится у нас ещё на день. Следующая его остановка – Ульяновск.